привет всем всех с наступающей паской с этим великим праздником и вот я подготавливаясь к этому празднику собственно крашу яйца я думаю что уже наверное все покрасили яйца я это делаю как обычно последний момент и по-своему ну что же делать если ты творческая личность нестандартным мышлением и я вот решила покрасить яйца таким образом то есть взяла свои акриловые краски они очень быстро сохнут не думаю что они там через кожуру как-то просочаться внутрь до белка и желтка поэтому я отварила 6 яиц и решила их покрасить по-своему вот у меня есть уже готовые покрашенные яйца конечно пальцы тоже мне в краске не без этого покрасила я сначала красным то есть красочкой а потом сверху желтой металлической помазала кисточкой и меня получились вот такие вот яички с таким вот интересным эффектом потом два яичка я покрасила в такой вот металлический зеленый меня такая вот краска вот металлик тут два слоя зеленого цвета и уже яичко второе зеленое я также какие красные помазала золотистой красочкой кисточкой тын 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 и у меня получился вот такой вот эффект на этом яички сейчас я хочу проделать то же самое с этим зеленым яйцом у меня есть металлическая синий цвет обалденный такой красивый синий цвет обожаю синий просто тут у меня одно яйцо уже в синий цвет покрашена одним слоем один одно яичко просто варено еще не покрашено но я его тоже в синий цвет покрашу давайте быстренько вам покажу как я с этим яйцом справлюсь вот так вот быстренько кисточкой мазюкаю краску золотистую так вот вместе с пальцами вместе с ногтями все как положено почему бы и нет было видно кто красил яйца вот быстренько быстренько и все ну мне вот так вот будет слегонца золотистым цветом покрашено и отправляю его отдыхать с другим яйцам так теперь хочу доделать синие яички вот такой вот красивейнейший цвет синий думаю что так яйца точно никто не красил как я до этого никто не додумался все так чих пых быстренько красим первый слой синий красочкой все где-то там то правило отправила пока высыхать так это яичко я вторым слоем покрываю смотрите какая обалденная синяя краска как можно не любить синий цвет красота но по посмотрите но вообще очень красиво отправляю высыхать жду пока этот полностью высохнет высыхает быстро покрасочку накрою и вытру ручки кто задается вопросом что этот напальченик делает у меня на пальце да правильно у меня просто там порезан палец поэтому я его спрятала в такой вот напальченик руки я думаю потом я отмою думаю что на этом я не остановлюсь потому что что потому что у меня есть еще такие контуры белый и золотистыми блестками и вот я хочу еще эти яички приукрасить мне надо чтоб яичко как-то так стояла до после того как я нанесу контур чтобы он высыхал мне нужно какое-то примитивное приспособление яйцо сделать что яичко не падала стояла с пластмассового стаканчика такое так хаотично отрезала донышко с бордюрчиками теперь еще такое гнездо сделаю салфетки наше яичко допустим вот так вот стало тадам видно вот так она будет стоять теперь контур я думаю что сюда пойдет такой вот золотистые золотистыми блестками на одном наверно просто напишу хв то есть христос воскрес а на другом какие-то узорчики сделаю все тоже надо что-то такое придумать чтоб яичко у нас не каталась туда-сюда делаю гнездо из салфетки убираю такую какую-то допустим сторону так и сейчас дрожащей рукой делаю так 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 прилипайся ше 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 краска когда он этот контур высохнет будут видны золотистые блесочки сейчас оно как беленькое выглядит то есть такое бело-серое можно еще вот так вот навести Уши было видно, руки дрожат. Все, это яичко пусть у нас сохнет, отодвигаем, вот с гнездышком, что мы здесь сделаем, постараюсь не испортить, сделаем какую-то волну и добавим точечную технику, так, чтобы вам было видно. Косая волна. Так, добавим сюда какую-то точечную технику, чтобы это было хотя бы симпатичнее. Продолжение следует... Ну, такое, да? Ну, по крайней мере, таких яиц точно никого не будет. Кое-что-то на скорую руку. Можно, конечно, это все было сделать по линеечке, отметить серединку. Ну, я уже решила идти таким путем, чтобы это было наглядным примером, быстренько все сделано. Чтобы показать вам, поделиться своим опытом, поделиться тем, как крашу в этом году яйца я. Не обязательно оно должно быть идеальным. Где-то может быть точкой, крыленькой. Типа таки надо. Ну, вы уже на следующий день его съедите. Оно будет такое украшенное. Так, теперь добавим еще две точки. Такой палецочек сделали в своем яичку. Можно оставить так, и потом что-то еще, может быть, добавить. Теперь надо так это все поставить, чтобы где-то около часа не дотрагиваться к контуру, чтобы он высох. Боже мой, получится. Пусть сохнут, и я вам покажу, когда уже краска высохнет. Как эти блесточки выглядят после высыхания. На этом зелененьком яичке я взяла контуринг другой. Сейчас. Такое хэве получилось. Так, что тут? Добавим какие-то такие узорчики. Вот такое у нас будет хэвеэта. Хэвеэта. Аля, цветочек какой-то. Так, все. Отправляю отдыхать. Так. А на синем я сделаю узорчики тоже золотой краской. буду делать какие-то листочки, цветочки. Нет. Так. 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 Как бы их листочку помп 뒤에 грёх. Продолжение следует... 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 Я думаю, что у меня еще нет свечи, вам было бы вообще замечательно. Эффект кружева у вязальщика с кривыми руками, вот так получается. Теперь делаем точечки. Точечки немного заглаживать, всю неаккуратность, которую я сделала. Так, у нас получилось кружево. Теперь я хочу эти штуки соединить здесь каким-то образом. Я думаю, что у меня есть штуки. Вот такое вот кружево у нас получилось на этом яичке. И отставляю его сохнуть. Ребята, такие яички у меня получились. Синий я тоже решила сделать. Узоры в виде кружева. Очень даже ничего, так симпатично получилось. То есть можно сделать вывод, что кружево, даже если немного там где-то корявенько, все равно удачный даже вариант. С такими весюлечками. Симпатично. Оставляю пока сохнуть его. В зеленом я тоже решила добавить такие весюлечки. И теперь у меня два таких яичка. Синенькое и зелененькое в виде кружева. Так. Вот это первое яичко Христос воскрес. Вот оно уже высохло. И вот видно блестки только. Так, я это яичко и оставлю только с этой надписью. Это у нас уже тоже полностью высохло. С такими узорами. Яички наблются золотой каемочкой. Это еще подсыхает. Здесь большие такие слои были нанесены контуром. Но уже где контуринг высох, видно, что вот так вот блестки проявляются. Так. Еще подсыхает у нас это яйцо золотистым узором. Вот такие в этом году у меня получились яички. На мой взгляд, даже симпатичненько получилось. Как вам такие яйца? Вот. Такие симпатяшки у нас будут с пасочкой. Ну, по традиции, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех еще раз поздравляю с Святой Паской. Крепкого вам здоровья, добра, тепла, любви, благополучия, семейного и финансового, большой взаимной любви. Пусть будет в каждом доме царить гармония, спокойствие, мир и такое душевное удовлетворение и физическое. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok